Как сберечь результаты своего труда? Накопить хотя бы небольшой капитал на случай форс-мажорных обстоятельств? Сможет ли в этом помочь золото? Об этом сегодня поговорим в программе Геоэкономика в студии Александр Кореевский. Здравствуйте. Американское правительство не разрешает проводить аудит запасов золота уже более 50 лет. Американцам нельзя даже просто зайти в Форт Нокс, чтобы увидеть золото. Разведка находится на минимальных отметках за последние 10 лет. Я уверен, что мы достигли пиковых показателей по добыче золота. Когда перестанут брать бумажку под названием доллар, золото будет единственным фактором спасения. Одна из проблем современной экономической жизни – это исчезновение надежного средства сохранения стоимости. Бумажные деньги – это свойство теряют на глазах. Но на протяжении почти двух тысяч лет главным средством сбережения было именно золото. И даже еще совсем недавно, каких-то 40-50 лет назад, золото было деньгами. Конечно, им никто не расплачивался в магазине, но на него можно было поменять доллары – главную резервную валюту мира. С тех пор ситуация изменилась. Давайте вспомним, как это было. 564 год до нашей эры. Жители древней Лидии находят способ выплавлять чистое золото. В стране начинается чеканка первых в мире монет из благородного металла. Авторство идеи приписывают легендарному царю Крёзу, о богатстве которого ходили легенды. Однако в начале своего монетарного пути золото большой популярности не получило. Для многих стран добыча металла была слишком затратной. 8-14 века. Биметаллизм в Европе. Государство использует для внутренних и внешних расчетов сразу два благородных металла – золото и серебро. 1816 год. Рождение золотого стандарта. Британская империя объявляет о свободной конвертации фунтов золота. 1870 по 1900 год. Большинство крупных экономик мира вслед за Британией переходит на золотой стандарт. Отказ от биметаллизма историки, как правило, объясняют трудностями перерасчета золотых монет крупного достоинства в мелкие серебряные монеты. Но некоторые эксперты усматривают в этом шаге интерес британской аристократии – семьи Ротшильдов. 1922 год. Генуэзская конференция. Мир официально переходит на золотодевизный стандарт. Национальные валюты привязываются к двум девизам – фунту и доллару, которые в свою очередь обмениваются на золотые слитки. Такая система создавала больше пространства для маневров на случай нехватки золота. Апрель 1933 года. Президент США Франклин Рузвельт приостанавливает обмен доллара на золото. Все жители страны обязываются до 1 мая сдать весь имеющийся благородный металл. Как в слитках, так и в монетах. В банке в обмен на доллары. Физлицам официально запрещает сохранить золото. Июль 1944 года. Бреттон-Вудское соглашение восстанавливает мировую финансовую систему. Валюты 44 стран привязываются к доллару, а доллар – к золоту. Август 1971 года. 37-й президент США Ричард Никсон приостанавливает свободный обмен доллара на золото. А спустя 5 лет в 1976-м мир официально отказывается от золотого и долларового стандарта и переходит к гибким валютным курсам. То есть сейчас доллар ничем не обеспечен. Его можно печатать в неограниченном количестве. Понятно, что это не может продолжаться вечно. Рано или поздно вспыхнет инфляция. Она уже идет по миру полным ходом. Ее пока нет только в самой Америке. Да и то только на бумаге. Пока штатам удается экспортировать долларовую инфляцию в другие страны, которые пользуются американской валютой. Это касается прежде всего развивающихся стран. Поэтому сейчас идет активный поиск средства сохранения капиталов новой твердой валюты. Есть много сторонников возвращения на эту роль золота. Есть, конечно, и противники. Тем более у золота в качестве денег есть действительно много побочных эффектов. Так может ли вернуться золотой стандарт? Ну, однозначно нет. И даже, на мой взгляд, не то что платежным средством не может стать, оно даже не может стать обеспечением для платежных средств, как это было в эпоху золотого стандарта. Расчет достаточно простой, математический. По разным оценкам, плюс-минус за всю историю человечества было добыто золото порядка 170 тысяч тонн. Ну, это где-то, наверное, порядка 7 триллионов долларов, чтобы понимать по текущим ценам. Что такое 7 триллионов долларов? Для российского ВВП это, конечно, много, но если сравнить с ВВП США, это всего лишь половина годового ВВП. Я уверен, что это должно произойти. Я думаю, что даже политики и банкиры центральных банков начинают понимать, что система плохо работает. И я не думаю, что обязательно надо говорить о теории заговора, согласно которой политики и центробанки пытаются обмануть народ. Скорее всего, основа знаний, экономическая теория, не может правильно оценить текущую ситуацию и проблемы. На этом фоне я считаю, что нам придется вернуться к золотому стандарту. Еще недавно благородный металл привлекал к себе внимание инвесторов своим безудержным ростом на протяжении 12 лет подряд. За это время цена на золото выросла более чем в 5 раз. Казалось, что такая тенденция будет продолжаться и дальше, так как все основные центральные банки мира печатали бумажные деньги. Тем не менее, стоимость золота только в этом году упала почти на треть. Что это? Новая тенденция или просто некоторая коррекция? Ведь физическое предложение золота так заметно не выросло. Давайте посмотрим, что сейчас происходит с наличным золотом. Общие мировые запасы золота составляют 116 тысяч тонн. При этом среди месторождения очень мало крупных участков с высоким содержанием благородного металла в руде. Падение цен на золото до трехлетнего минимума может привести к тому, что только они и останутся рентабельными. В результате уровень добычи может упасть с нынешних 90 миллионов унций в год до 40. Единственное, что может изменить ситуацию, так это неожиданное обнаружение огромных, многомиллионных, высококачественных месторождений. Однако, если посмотреть на тенденцию обнаружения запасов в контексте затрат на разведку, то разведка находится на минимальных отметках за последние 10 лет. Я уверен, что мы достигли пиковых показателей по добыче золота. Сегодня крупнейшими запасами золота в мире обладает Южноафриканская республика. Здесь находится уникальное месторождение Вит-Ватар-Срант, обладающее глубочайшей золотой шахтой на планете – 4,5 километра. Начиная с 80-х годов 19 века здесь было получено 48 тысяч тонн благородного металла. 40% его добычи за всю историю человечества. По подсчетам, оставшиеся запасы превышают 30 тысяч тонн. В прошлом году в мире добыли 2700 тонн золота. Лидером с результатом в 370 тонн стал Китай. Россия в рейтинге заняла четвертое место. С учетом вторичной переработки, мировое производство драгоценного металла составило 4400 тонн. В третьем квартале этого года мировой спрос на золото упал на 21% и составил без малого 870 тонн. Основной причиной снижения стал отток из ETF – биржевых инвестиционных фондов. При этом из-за падения цен в денежном выражении совокупный спрос упал на 37%, достигнув худшего показателя с первого квартала 2010 года. Сложилась очень странная ситуация. Физический спрос на обладание золотом увеличивается, а цены на него – бумажные цены – снижаются. Конечно, такое может происходить только как результат манипуляций на рынке комикс в Нью-Йорке, который осуществляет ФРС или круг банков-дилеров золота. Одновременно с этим спрос со стороны многих отраслей вырос. Потребление золота ювелирной индустрии и вовсе достигло рекордного уровня. Популярность слитков и монет также увеличилась. Центробанки продолжили покупать золото, правда, менее активно, чем годом ранее. Еще один важный потребитель – промышленность – сохранила потребление на прежнем уровне, чуть более 100 тонн. Настоящая золотая лихорадка сейчас в Азии, особенно в Индии и Китае. На них приходится более половины мирового потребительского спроса на золото с начала этого года. Также на Востоке растет интерес к драгоценному металлу как к инвестиционному инструменту. Особенно это касается Курции и стран Персидского залива. Дмитрий Трояновский, Вести. Китай сегодня активно накапливает золотые резервы. Страна добывает в среднем 350 тонн золота в год. При этом ни одна унция не уходит за рубеж. К этому добавляется и импорт. Объем физического золота, закупленного Китаем на лондонском рынке драгоценных металлов, с начала года уже составил 1198 тонн. Эксперты считают, что данные о запасах, раскрытые в 2009 году, могли быть специально занижены Китаем в 2-3 раза. Тогда правительство заявило, что резервы составляют 1054 тонны. В последние годы Россия тоже наращивает золотые запасы. По данным Всемирного совета по золоту, за последние 5 лет Центральный банк России купил 500 тонн золота. В целом в Гохране уже накоплено более 1000 тонн золота. Не исключено, что на каком-то этапе, допустим, 7 февраля, когда объявлен пока предварительный технический дефолт по доллару, вполне возможно, что от доллара, ну, есть такая вероятность, откажутся. Если отказывается от доллара, отказывается от евро, он с ним и связан, тогда на что опираться? Поэтому Центральный банк совершенно правильно делает, что покупает золото. То есть в случае такой ситуации, когда перестанут брать бумажку под названием доллар, золото будет единственным фактором спасения. А пока же люди обменивают товары и услуги на деньги, которые обесцениваются. Такая ситуация выгодна только богачам, контролирующим основные финансовые активы. Их мировой объем составляет 250 триллионов долларов, то есть 360% к мировому ВВП. Можно сказать, что большая часть активов на самом деле не имеет реальной стоимости. Это говорит о наличии огромного объема долга в системе. Я считаю, что действия Центробанка в 2008 году сделали систему бумажных денег очень уязвимой, поскольку Центробанки учитывают все составные части системы при помощи субсидирования частных банков. С такой ситуацией пытаются бороться отдельные страны. Первым в современной истории в 60-х годах 20 века объявил войну бумажным деньгам президент Франции Шарль де Голь. Однажды ему рассказали анекдот. На аукционе продается картина кисти Рафаэля. Араб предлагает нефть, русский золото, а американец выкладывает пачку денег и покупает Рафаэля за 10 тысяч долларов. В итоге он получает полотно ровно за 3 доллара, поскольку фактическая стоимость 100-долларовой банкноты – 3 цента. Поняв, в чем тут дело, якобы де Голь заявил, что Франция отказывается от зеленых фантиков и в международных расчетах переходит к реальному золоту. Золото не меняет своей природы. Оно может быть в слитках, брусках, монетах. Оно не имеет национальности. Оно издавна и всем миром принимается за неизменную ценность. Несомненно, что и сегодня стоимость любой валюты определяется на основе прямых или косвенных, реальных или предполагаемых связей с золотом. Мечтали о золотом стандарте и другие страны. Главным инициатором отказа от расчетов в долларах и евро стал ливийский лидер Муаммар Каддафи, призвавший арабский и африканский мир перейти к расчетам в единой валюте – золотом динаре. Он собирался чеканить монеты самостоятельно из своего натурального золота, чтобы перестать кормить, по его словам, бумажных обманщиков. На этой финансовой базе Каддафи предлагал создать единое арабское африканское государство с населением численностью в 200 миллионов человек. Его идеи активно поддержали почти все страны Африки и ряд арабских государств. Однако они вызвали крайне негативную оценку США и Евросоюза. Неоднократные увещевания лидера ливийской революции не дали никаких результатов. И вскоре в Ливии была развязана война. Для сокрытия истинных причин военного воздействия на Ливию предлагаются две официальные версии – защита прав человека и попытка отнять нефть у Каддафи. Однако правда заключается в том, что Каддафи попытался повторить попытку генерала Деголя выйти из зоны бумажных денег и вернуться к золоту. То есть замахнулся на главную ценность современного мира – банковскую систему. Между тем, в оплоте банкиров в Швейцарии тоже на самом деле интересуются золотом. В 2011 году в Национальный совет Швейцарии была внесена парламентская инициатива по введению дополнительной денежной единицы – так называемого золотого франка. Он должен был стать универсальной валютой, которая спасет швейцарский франк от массовой скупки иностранными инвесторами в случае падения курса евро или доллара. Прототип будущего франка из золота представил Томас Джакоб, президент ассоциации «Золотой франк». Золотая валюта должна ходить наряду с обычными бумажными франками на территории Швейцарии и Лихтенштейна. На старте по замыслу авторов проекта один золотой франк будет стоить пять нынешних швейцарских франков или чуть более пяти долларов США. Я хочу, чтобы люди Швейцарии имели свободу выбирать совершенно другую валюту. Сегодня денежная система поддерживается долговыми обязательствами. Все держится ни на чем. И я хочу, чтобы люди поняли это. Даже в самой Америке растет число сторонников золота. Например, в штате Юта в 2011 году законным платежным средством признаны слитки золота и серебра, а также монеты из драгметаллов. Такие же законопроекты готовят власти Аризоны, Канзаса, Южной Каролины и еще порядка десяти штатов. По мнению экспертов, эти меры скорее символичны. Однако они отражают растущее недоверие американцев к неустойчивому доллару и политике Федеральной резервной системы. Действия США являются шагом в направлении признания золота и серебра в качестве законного платежного средства. Штаты могут это сделать, чтобы убрать налоги на серебряные и золотые монеты, позволить гражданам при желании вернуться к золоту и серебру. Штаты могут начать принимать золото и серебро в качестве платежей по долгу. Но я не думаю, что сейчас это масштабная тенденция. Сейчас это просто небольшой шаг в США для того, чтобы предоставить штатам и гражданам больше выбора. Чтобы сбить такой интерес к золоту, Федеральная резервная система США и другие центральные банки развитых стран сознательно занижают его стоимость. Для того, чтобы драгоценный металл не мог составить конкуренции бумажному доллару. Более 90 лет с понедельника по пятницу дважды в день они созваниваются и решают судьбу золотого рынка. Сама процедура занимает всего несколько минут. Представители пяти банков, по данным от покупателей и продавцов, определяют, какой быть цене на благородный металл в ближайшие несколько часов. За все эти годы, с 1919-го, менялась только форма, но не содержание. Сегодня золотом командуют британские Барклэйс и HSBC, немецкий Deutsche Bank, французский Сосхитей Женераль и канадская Скотия Маката. В начале 2000-х из схемы вышел дом Ротшильдов. Но это очередная формальность. Фактически легендарное семейство все еще руководит рынком через другие структуры. Такая закрытая схема просто не может не вызывать подозрений. Участников лондонского фиксинга, цены, на которые ориентируется весь золотой рынок, как физический, так и бумажный, обвиняют в сговоре. Некоторые эксперты уверены, золотой фонд SPDR стал крупнейшим в мире именно благодаря инсайду о цене на золото. Сейчас их подозревают в том, что они зарабатывали деньги на фиксинге. Здесь, скорее всего, повторилась ситуация с установлением ставки Либор. Банки заранее готовились на рынке, а потом устанавливали цены. Дважды в день. Но я считаю, что это лишь меньшая часть манипуляций на рынке золота. Но, скорее всего, расследоваться будет только эта схема. Все теории золотого заговора, а их уже немало, сходятся в одном. Настоящие манипуляции проводят не отдельные банки или инвесторы. Столь значительные продажи просто довели бы их до банкротства. Раскачать рынок под силу лишь Центробанком и ФРС. Именно американский регулятор по всем версиям – главный инициатор золотой икры на понижение. Регулятор каждый год печатает 1 триллион новых американских долларов для того, чтобы покрыть дефицит бюджета страны и поддержать балансы банков, которые признаны системно важными, слишком крупными для банкротства. Работа печатного станка в таких больших объемах, конечно же, оказывает давление на стоимость доллара. В итоге растет стоимость золота, в которую уходит инвестор. В ФРС стали беспокоиться, что такие процессы перекинутся и на другие валюты, то есть начнет снижаться курс доллара к другим валютам. И для того, чтобы предотвратить это, регулятор стал распродавать золото. По сравнению с манипуляциями на Комакс, лондонский фиксинг выглядит детской шалостью. В день интервенции ФРС в компании с парой тройка крупных банков. В списке такие громкие имена, как JP Morgan Chase и Goldman Sachs, обваливают рынок фьючерсных контрактов короткими продажами на миллиард долларов. Затем банкиры скупают необходимое количество бумажного золота по более низким ценам, получают слитки и продают их в Азию со значительной премией к рынку. Получается двойная выгода и заработок, и защита доллара от золотой угрозы. Такие схемы заставляют все большее число участников рынка и наблюдателей задаваться вопросом о реальной величине золотого запаса Вашингтона. Американское правительство не разрешает проводить аудит запасов золота уже более 50 лет. Американцам нельзя даже просто зайти в Форт Нокс, чтобы увидеть золото. Мы считаем, что золото все еще лежит в хранилище, но вопрос заключается в том, сколько претензий есть на это золото, сколько различных биржевых операций и слопов проведено по этому золоту, и как много людей считают, что это золото принадлежит им. Возможно, что объем претензий на хранящееся золото превышает физические объемы драгметалла в хранилище. Некоторые эксперты также считают, что в манипуляциях на золотом рынке участвуют и европейские центробанки, в обвиняемых регуляторы Британии, Франции и Германии. Еще один возможный проводник золотого картеля – Банк международных расчетов. Они делают это ежедневно. Если проанализировать ежегодный отчет БИС, то станет понятно, что банк признает себя трейдером золота для всех членов центробанков. Во многом БИС по факту выступает манипулятором рынка золота. Там и есть различные доказательства. Моя организация, например, обнаружила секретный доклад МВФ от марта 1999 года, в котором сотрудники фонда говорят, что западные центробанки могут использовать свопы золота для облегчения интервенций на валютный золотой рынок. Вот только зачем Европе поддерживать доллар? Возможно, главная причина – масштабные запасы американской валюты в резервах центробанков Старого Света. Их регуляторы накопили за долгие годы господству доллара. Конечно, от таких накоплений можно легко и без потерь избавиться, продав их при удачной конъюнктуре. Но пойти на полный отказ Европе мешает боязнь открытого конфликта с сесильным партнером. И, вероятно, стокгольмский синдром. Европа – главный финансовый заложник США, продолжает оправдывать агрессора и убеждать саму себя, что сильный доллар необходим для мировой стабильности. Анна Редькина, Вести. Итак, налицо конкуренция между Западом, который стоит на стороне бумажных денег, и Востоком, который делает ставку на золото. Правда, часть элиты Запада тоже понимает, что эра бумажных денег заканчивается. И не прочь заменить их другой, более сильной валютой. Так что шансы триумфального возвращения золота в мир денег растут с каждым днем. На этом у меня все. С вами был Александр Кореевский. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok